Всем привет! Сегодня мы находимся здесь, на гранд-финале чемпионата РФС по интерактивному футболу. Здесь восемь лучших представителей нашей страны в этой дисциплине. Они сегодня сражаются за звание самого лучшего фифера страны. Почему не получилось обыграть Антона? Ну, на данный момент он сильнее. Опять же, потому что, как уже миллион раз было сказано, я его монтажер. Он заваливает тебе работы, чтобы... Мне придется бегать за ним. Привет! Давай побегаем. Итак, тут товарищ, он в наушниках. Слышишь меня? Да. Супер. А какие ощущения? Хорошие. Что вот ты сейчас делаешь вообще? Как ты видишь это? Реальное погружение в гоночные трассы. Вид, как идет от первого лица. А девушки тебе интересны? Да. Ты очень изменился, очень вырос. На входе стояла черная Феррари. Твоя? Пока до такого уровня не первый раз, к сожалению. Из города Ульяновска. Как тебя родители отпустили в такую даль? А я приехал с мамой. А как мама относится к тому, что ты не готовишься к школе, не делаешь уроки, а сидишь здесь, играешь в эти чудесные игры? Хорошо относится. Я в шоке, ребят. Всем бы такую маму. А ты умеешь играть в фифу? Нет. Господи, к кому я подхожу вообще? Расскажите мне, о чем вы снимаете? Что у вас за каналы? Как планируете дальше развиваться? У меня, ну, разный контент. А что мама говорит? Мама ничего. А мама вообще знает? Да. Нет, мама не знает. Я чуть-чуть ознакомилась с твоим родом деятельности, посмотрела, что ты делаешь. Знаешь, что у меня какая у меня мысль возникла? Помощь на ТНТ была передача «Такси». Да. Ты с нее со слезом? Ну, хорош, ну. Я знала, я знала. А почему ты здесь? Ты любишь фифу? Ага. Ну, значит, тебе нравится, как ребята играют? Да. У тебя есть девушка? Нет. А ты не думаешь, что это связано? Он не понимает нас, но это точно связано. Ты маме говоришь, мама, я сегодня уроки делать не буду, я сегодня пойду блогером быть. Ну, если так, то я говорю то, что я вечером сделаю. То у него телефон заберут. Опа. Ребята, вы молодцы, удачи. Зачем нам школа? Школу бросаем, в блогинг все. Да, только если мама разрешит. Ну, ты такая прям выросла, да, на российском телеке? Да, конечно, конечно. То есть у тебя психологические проблемы. Что ты с отцом? Ну, слушай, что, ты теперь один, одинокий влог, без команды. Как оно? Окей. Может, нам вообще не нужна эта команда? Может, и не нужна, я не знаю. Вот смотри, я считаю, без команды и в модели. Я подумаю. Слушай, мне тут рассказали, что ты хорошо поешь. Да, да. А ты можешь что-нибудь спеть? А что? Вечная любовь. Ну, хватит, наверное. Это мужчина. Смотрите, кого я здесь нашла. Здравствуйте. Да, добрый день. А как вы относитесь к этому интерактивному футболу? Те принципы, которыми руководствуется профессиональный футболист высокого уровня, они здесь проскальзывают. Это, я говорю, про принятие решения до принятия мяча. Они тут иногда даже в одно касание играют. То есть нужно подумать, более того, один игрок думает за всю команду, а это еще сложнее. Слушай, расскажи, пожалуйста, что значит твой ник, вот это вот Финита. Финита ля комедия, так всегда, представление заканчивали в древнеитальянских. Вы вообще видели, с каким интеллектуально подкованным человеком мы общаемся? Ребят, привет. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Наблюдаем за интерактивным футболом. А вы любите FIFA? Да, иногда бывает с друзьями поигрываю тоже. Ага, девушка у тебя есть? Очень забольное вы сейчас ухватились. Ты тоже думаешь, что это связано между собой, да? Нет, нет, нет. Да. В Корее киберфутболисты считаются самыми перспективными женихами. Вообще просто прям топище. Ты, может быть, тоже так думаешь, и поэтому ты здесь? Слушайте, ну возможно, я вот прихожу и ищу потенциальных женихов. У вас очень крутые носки. Очень легко заметить, что это Гриффиндор. И таким образом я сегодня подумал, что немножечко волшебства не хватает чемпионата России. Такой ведь замечательный, яркий болельщик Рубина. На видео даже футболочку снял. Отыграл, смотрю, так же, как Рубин в премьер-лиге. Да, проиграл, но так же буду играть. Это такой же турнир, как я и играю ежедневно. В общем, буду стараться. Проигрываем, но не сдаемся. Если бы ты сейчас выиграл и вышел бы на Клеона, что бы делал? Выигрывал бы. Таких бы уверенных киберфутболистов нам побольше. И, ну, блин, я, наверное, доказал, да, в очередной раз. Меня Антон ни разу не может обыграть на LAN-турнирах. Как-то снова это случилось. Ну, блин, у него были шансы во второй игре, но не пошло, походу. Ну, вот и закончился гранд-финал чемпионата РФС по интерактивному футболу. Победил Тимон, как многие, собственно, и ожидали. Мы его поздравляем. Четверка финалистов попала в сборную России по футболу. Отбор на FIFA и Nation начинается весной. Болеем за ребят. Всем пока. Пока.